День народов Оренбуржья День народов Оренбуржья Молодежный форум Евразия Глобал собрал в Оренбурге сотни гостей. Это представители пяти континентов. Образовательные программы, лекции федеральных экспертов и защита проектов. Как Оренбург принимал прогрессивную молодежь мира? Как они общались? Чему научились? И к каким выводам пришли? Расскажем по порядку. Ярко и с размахом. Несмотря на дождливую погоду, уже за несколько часов до открытия в Олимпийском многолюдно. Гостей и участников форума развлекают танцами, играми и мини-представлениями. Участники – это молодые люди со всего мира. На форум подано несколько тысяч заявок. Отбор прошли только 800 человек. 500 из них – представители зарубежных стран. США, Греция, Индия, Армения, Афганистан. 108 стран с пяти континентов. Весело и круто проходит день. Сегодня первый день. Так много сюрпризов, так весело прошло. Мы сблизились в команде все, как брат и сестра, настоящая семья. Мне все нравится, все круто. Когда я проверил почту и увидел, что одобрили мою заявку, мое участие, я не смог поверить, что меня одобрили на форуме. Площадка собирает лидеров молодежных и студенческих организаций, политических партий, журналистов, преподавателей и ученых. Также здесь профессиональные спортсмены и другие представители активной молодежи. Сумасшедшая атмосфера форума, какие открытые ребята, мероприятия. Просто волшебный волонтер, который следит за нами везде и всюду. Я являюсь куратором иностранных делегаций совместно с российскими. И я считаюсь куратором этой команды. Я помогаю им, с ними везде нахожусь и отвечаю за них своей головой. Программа форума очень насыщенная. Международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда. Вот только некоторые темы, которые обсудят участники. Также предусмотрена защита грантовых проектов. Я, конечно, благодарен всем коллегам, кто участвует в организации этого замечательного мероприятия. И Росмолодежи, правительство Российской Федерации. Безусловно, тем странам и государствам, и руководителям, которые сюда послали свои делегации. А у нас, как мы говорили, уже 108 делегаций участвуют сегодня в этом форуме. Мероприятие, мне кажется, оно точно уже получилось, потому что те глаза горящие, которые мы сегодня видели во время открытия, это очень о многом говорит. Оно уже традиционное, оно очень правильное. Действительно, здесь собрались представители больше, чем из ста государств. Форум проходит в четвертый раз. В этом году он впервые получил статус федерального международного проекта. Международная площадка будет работать на протяжении всей недели. А открытие – повод набраться сил и зарядиться позитивом. Подъем в 8 утра, а уже в 10.30 – начало образовательной программы. Пока многим иностранным гостям сложно адаптироваться к режиму и изменению часовых поясов. У винду Виджевира из Шри-Ланки, но уже три года живет в Челябинске. Признается, когда рассказал родным о желании учиться в России, многие встретили в штыки. Я говорю маме, мама, я хочу учиться в России. Она сказала, нет. Она сказала, может быть, у меня будет проблема на улице, потому что это и стереотип. Евразия Глобал – это та площадка, где происходит обмен знаниями между молодежью разных стран. Сегодня мы тоже решили приобщиться и немного изучить сингальский язык. А теперь давайте поговорим на вашем языке. Как, к примеру, будет слово «здравствуйте»? Ай-ю-бо-ан. 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 Получается? Получается. Круто. Петерка. Первый день форума для гостей начинается с интерактива. Вернее, с главной медийной встречи. Диалог получается живым. Больше всего иностранных гостей волнует сотрудничество между странами. Они задают вопросы на английском языке. Ответы звучат уже на русском, но сразу же с помощью наушников дублируются на английский. Руководитель Росмолодежи заверяет – расширение международных контактов и обмен опытом – те задачи, которые ставит организация на ближайшие годы. Если говорить о том, что сейчас здесь на нашем форуме, к сожалению, не так много ребят из Балтарского государства, но я уверен, что в следующем году и будет больше. Мы всегда очень рады видеть наших партнеров из совершенно разных стран и регионов. В ближайшие дни федеральным экспертам предстоит провести мастер-классы. Уже сегодня с участниками форума обсудят самоактивацию и три секрета международного общения. Главное событие намечено на 16 августа. Тогда пройдет презентация проектов. Победителю получат гранты. Общий фонд – 3 миллиона рублей. Этот зал оказался слишком мал для всех желающих. Сегодня здесь больше десятка представителей разных стран. Великобритания, Америка, Армения, Чехия, Индия. Иностранные студенты готовы презентовать свои проекты. Ван Лок из Вьетнама предлагает с помощью российских специалистов решить одну из главных проблем страны – быстрого роста детской заболеваемости. Во Вьетнаме по цифру в 2018 году у нас есть 7 миллионов детей до 5 лет. Около 2 миллиона дней заболевания рахита. Дефицит врачей. У нас участковых врачей в районе пока нет. Его проект называется «Умные родители – здоровый ребенок». На средства от гранта Ван Лок планируют записать несколько видео, в том числе и с российскими врачами, где специалисты расскажут, как уберечь вьетнамских малышей от страшных болезней. Оксана Евсина из Чехии. На грантовый конкурс привезла проект к 9 мая. Фестиваль-концерт «Жизнь прекрасна». Поскольку в Чехии ситуация у нас такая, что немножечко начинают люди забывать, благодаря кому мы здесь, сейчас хотели бы охватить и представить этот проект в Чехии большему количеству людей. Оксана Евсина признается, идею большого праздника к 75-летию Великой Победы в Чехии не получила широкой поддержки ни у правительства, ни у местных жителей. Но девушка не сдается. Уже удалось согласовать время проведения концерта. Теперь хочет получить грант, чтобы привлечь как можно больше участников. А это уже площадка для защиты российских проектов. Алина Прасолова презентует проект «ОНКО». Население, к сожалению, очень плохо знает о определении у себя этого заболевания на ранних стадиях. В нашем проекте опирается на макеты того, как развивается опухоль, на макет человека, как его определить на теле, наружно, внутри, подкожно. Пока для участия в грантовом конкурсе допущено около 100 работ. Остальные проходят проверку. Лучшие проекты профинансируют из двух источников – фонда Горчакова и от Росмолодежи. Максимальная сумма гранта составит 3 миллиона рублей. Имена победителей станут известны 16 августа. Марию Захаровой участники форума и журналисты ждут с нетерпением. Поэтому, как только она появляется в холле, журналисты буквально выстраиваются в очередь, чтобы сделать фото с гостей. Некоторые даже успели лично пообщаться с официальным представителем МИДа. Мы постоянно с вами. Мы будем себя радовать и дальше. Тон встречи меняется сразу, стоит лишь Марии Захаровой подойти к трибуне. Свой доклад официальный представитель МИД в России начинает с международной обстановки. Отношения с Ливией, Венесуэлой, Украиной подробнее останавливаются на ситуации в Сирии. В продолжении темы вопрос задает и журналист из Грузии. Были приговоры между США и Турцией по поводу создания зоны безопасности в Северной и Восточной Сирии. По-моему, они договорились о создании зоны эскалации в Восточной Сирии. Но я не очень понял, у России какая позиция по поводу создания такого зоны там. Мы не приемлем никакого обособления регионов этого государства, под какими его предлогами оно не происходило. Ни одна из причин, названная или возможная, потенциальная, не может являться уважительной для обособления неких районов, а уж тем более их заморозки для дальнейшей переквалификации или передела Сирии. Звучат вопросы и вне политики. К примеру, как в Оренбурге помочь малышу, мигранту из Узбекистана, но без российского гражданства? Ребенку нужна срочная операция? Есть ли инструменты гуманитарного сотрудничества между странами? Я думаю, что мы просто эту информацию, я уверена, что ей заинтересуется посольство Узбекистана. Мы направим им эту информацию по дипломатическим каналам. И еще один вопрос от оренбургских журналистов. Как решить проблему очередей на пункте пропуска с огорчиной Маштакова? В пик за гражданом ездит людей, грузов, выстраиваются многокилометровые очереди. Иногда водители вынуждены по нескольку дней постоять, пропустить не могут. По словам Марии Захаровой, российский МИД не только в курсе, он уже занимается решением этого вопроса. Встреча с журналистами длилась около часа. На Оренбурге рабочая поездка официального представителя МИДа не заканчивается. Следующая остановка – молодежный форум в Пятигорске. Дмитрий, насколько глобальным получился проект? Форум получился глобальным, потому что у нас на площадке представлены представители пяти континентов. Это практически все. У нас на Земле шесть континентов. Жителей Антарктиды нет у нас, пингвинов. Но представители пяти остальных континентов участвуют в мероприятии. Более ста стран представлены на площадке. Это большие, хорошие, качественные показатели, которые, мне кажется, свидетельствуют о том, что форум Евразия Глобал в полной мере оправдывает свое название. Поскольку гостей иностранных много, как они общаются с молодыми людьми из России? Все ли получается? Общаются они прекрасно. Общаются на английском языке, как правило. У нас при отборе российской молодежи был достаточно жесткий критерий выставлен, чтобы ребята обязательно говорили на английском языке, чтобы они владели им, чтобы он был на высоком уровне, чтобы барьер коммуникации, скажем так, отсутствовал. Ну и плюс волонтерский корпус, который составляет у нас 200 человек, также оказывает содействие вот в такой коммуникации между российской и иностранной молодежью. С какими проектами молодые люди приехали в Оренбург и что вам лично импонирует? Проекты в самых различных отраслях. Это и международные отношения, публичная дипломатия, и в сфере экологии, и в сфере предпринимательства, и в сфере робототехники. Ну то есть видите, насколько диверсификация проектов, она зашкаливает. Самые, казалось бы, разные и непохожие проекты, они все представлены на площадке, и мы со своей стороны стараемся, конечно, максимально оказывать содействие в экспертном сопровождении этих самых проектов. Что касается меня, то ввиду профиля моего образования, которое носит такой международный окрас, международные отношения, я оканчивал факультет, ну соответственно, меня больше интересуют проекты в сфере международных отношений и публичной дипломатии, развития контактов между молодежью как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Если молодежь между собой установит прямые, дружественные, такие дружеские контакты, и они впоследствии будут общаться между друг другом и будут друг другу полезны, как даже в сфере работы, например, или если мы берем не рабочий формат взаимоотношений, то хотя бы в плане туризма, когда один молодой человек едет в ту или иную страну, он звонит своему коллеге, своему визави, с которым познакомился на мероприятии, и они проводят такую дружескую встречу, она не обязательно может носить практико-ориентированный характер, но вместе с тем у них будет такой хороший дружеский контакт, я думаю, если таких связей будет как можно больше, то это будет для нас, конечно, таким большим успехом. Станет ли Оренбург площадкой для юбилейного форума Евразия Глобал? Ну, мы сейчас исходим из того, что такое тесное взаимодействие между Федеральным агентством по делам и правительством Оренбургской области, оно продолжится, и, конечно, совместными усилиями в 2020 году мы проведем пятую юбилейную Евразию на гостеприимной Оренбургской земле. Яркий образовательный международный форум Евразия Глобал подводит итоги. Десятки площадок, сотни участников, мастер-классы и, наконец, награждения. Евразия Глобал для каждого запомнился чем-то особенным. Самый долгожданный момент – церемония награждения. На сцене победители двух грантовых конкурсов. Сертификаты от Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова получают представители девяти стран. Самый большой приз – 500 тысяч рублей у Акифи Ахмада за проект «Молодежь России и Афганистана. Вместе о главном». А среди обладателей награды Росмолодежи есть и оренбуржцы. Проект создания у нас – интеллектуальное кафе студентов «Х». Для студентов Оренбургов прежде всего, для того, чтобы они всесторонне развивались, и чтобы это было максимально комфортно, удобно и полезно. Любовь впервые представляет свой проект, и сразу победа. Идея интеллектуального кафе для студентов назревала два года, признается девушка. Ее сертификат – один из самых крупных, планирует потратить на ремонт помещения. Остальных секретов пока не раскрывает. «Евразия глобал» – это конструктивный диалог на разных языках, международное сотрудничество молодежных лидеров шести континентов. Они встретились в Оренбурге, на стыке Европы и Азии, чтобы обсудить глобальные темы и найти выход. «Я рада, что нам предоставили возможность разрушать границы не только в нашей голове, но и рушить какие-то стереотипы по отношению к другим странам, к людям из других стран». Приятным открытием для большинства участников стал наш город. Даже для тех, кто в России не впервые. Гостеприимство, доброжелательность и толерантность отметили все. «Мой не первый раз здесь в России, но первый раз в Оренбурге. И я просто счастлива, я с удушевлением там буду и на следующем году». «Я впервые в этом городе, и меня поразило то, насколько добрые и открытые здесь люди, и как хорошо к нам относились все, неважно, где мы были – в городе или на форуме». «Сделаем паузу и совсем скоро продолжим. Не приключайтесь, впереди еще очень много интересного». Это «Сердце Евразии». Мы продолжаем. Кульминацией недели межнационального общения стал День народов Оренбуржии. Это событие уже традиционное в областном центре. Сюда приходят люди самых разных возрастов и национальностей. Каждый здесь найдет для себя занятия и развлечения по вкусу. Что происходит на площадках – расскажем прямо сейчас. День народных вооружения. Их cinкаer прив includes esimerk взрослых в семье. Браво! Да все номера прекрасные, красиво, хорошо поют. Полезно, в первую очередь, для детей, чтобы они все больше узнавали о своей национальности, о своей культуре. И в Оренбурже проживает очень много национальностей, поэтому нужно знать каждую культуру отдельно. Я с мордовским коллективом «Эрзянь Моро» мы исполняли две песни. Честно, я не мордовка, поэтому перевести вам не могу. Но пою я там в этом коллективе уже три года, поэтому не отличие, что я не мордовка. И выступать с другой национальностью очень приятно, познавать их традиции, их обычаи. Я также пою на татарском, на украинском. Я очень уважаю каждую нацию, мне безумно нравится, что придумали вот это мероприятие. Я первый раз на таком празднике, хотя я получаю здесь море удовольствия. Я вам хочу сказать, я вообще пришла в украинский дом, но я обойду всех и получу удовольствие и впечатление от каждого подворья, от каждого дома. И не упущу больше ни одной возможности посещать еще такие мероприятия. Я в восторге. Мы приехали из Тюльганского района, вот вообще мужчина из Челябинска. Мы в новостях узнали, что праздник, мы мчались, чтобы успеть на начало праздника. Нам здесь всегда нравится. Сегодня вообще люди нарядные, это как будто такой массовый праздник. От всей души благодарим устроителей, создателей, авторов, всем, кто вот. И пусть все будут всегда дружны, и пусть будет мир между нашими народами. Мне очень понравилось, что очень много народу здесь приходит, что с каждым годом как-то объединяются все. Мы хотим даже хороводы сейчас тут поводить, ждем. И чтобы мир во всем мире, чтобы был, и все люди были друг другу братьями и сестрами. Русское, украинское подворье посетили. Ну везде прошлись, очень интересная такая обстановка, теплая, сближающая. Мы же ходим и находимся вместе с людьми, но какое может впечатление от людей? Только положительное, абсолютно. Все настроены, доброжелательно. Много вместе сотрудничаем, вместе общаемся. Поэтому я только рад и счастлив здесь сегодня вместе находиться со всеми. Национальные танцы и песни со сцены в этот вечер зазывают гостей. С каждой минутой сквер имени Гагарина заполняется все больше. Работают тематические площадки. Предлагаем гостям наш домашний утварь, домашние какие-то инструменты, средства для раскалывания сахара. Запечатлеть момент навсегда можно здесь и сейчас. Прямо на улице в сквере открыта настоящая сушка фотографий. Около ста фотографий, плюс еще забрали. То есть, в принципе, очень много. Еще время идет, и люди фотографируются. А мест для входа в этот вечер предостаточно. Дружественная атмосфера праздника помогает преодолеть языковой барьер. Отказать совместным фото не может никто. А еще разок. Давай еще разок. А давайте, мальчики, я вас вот так вот. Чтобы снимок получился незабываемым, представители народов делятся самым сокровенным. В грузинской этноэкспозиции примерить всем желающим дают настоящий предмет гордости и чести кавказского мужчины. Главной убор по паху. Атмосфера дружбы и сплоченности сегодня здесь чувствуется особенно. Дорогие друзья, гости, знакомьтесь с нашим уникальным краем. Дорогие друзья, гости, знайте нашу уникальную землю. В нем отражение истории и неповторимого этнокультурного разнообразия всей России. Открывайте нашу страну для себя и для всего мира. Ну а это, посмотрите, настоящий шар дружбы. Кланета, где поместились флаги всех стран мира. Кстати, скоро этот шар запустят в небо, он улетит. Оставив лишь вспоминания, любой желающий мог подойти и оставить здесь свой автограф. Переплетение традиций, обычаев и языков. Многонациональная ремужья в очередной раз показала. Гордится каждым. На сегодня в области проживают представители 126 национальностей, каждый из которых готовы поделиться своей культурой. Такие праздники нужны прежде всего для нашей молодежи, для молодого поколения. А на сцене выступают не только молодые. Только сейчас вот там выступали хохлушки с села Дедуровки. К сожалению, все меньше и меньше становится. Но там было, я помню, 14 солистов, а сейчас только пятеро выступало. Выступало, понимаете? Но это передача поколений. Да, это прекрасно. Когда вот на таких праздниках, вот даже посмотреть вокруг, сколько здесь людей. И я не видел людей с плохим настроением. Все здороваются, поздравляют с праздником. Так что я от души рад этому. Это замечательный праздник. И он способствует развитию, сохранению национальных культур, сохранению идентичности наших народов. Наша Оренбуржия многонациональная и очень символичная, что он проходит на территории национальной деревни. Ведь вы знаете, здесь этнографические музеи находятся, проводятся все праздники. И молодежь, вы обратите внимание, сколько молодежи, она должна знать обычаи, традиции народов, которые проживают здесь. И я не побоюсь этого сказать, возвращусь там, не так сказать, выражением 30-х годов или 20-х. Она способствует, в общем-то, ликвидации этнологической безграмотности. Молодой человек должен знать, кто живет на площадке, там, многоэтажном доме. Какие обычаи, какая кухня у них, какие традиции. И вы знаете, вот эта национальная деревня, где проходят, надо ее сохранить. И вот этот праздник, он еще раз подтверждает, как она важна. Мы находимся в казахском подворье. Здесь каждому участнику праздника рассказывают о традиционном народном ремесле. И вот сейчас нам расскажут, что же на самом деле это такое. Как называется правильно? Это что? Это ковер? Ну, допустим, это уменьшенный вариант национального казахского ковра. Вот под нами он лежит большой вариант, как положено. А вот я для таких мероприятий сделала. Он еще в процессе работы. Называется, вот, например, вот это одна часть. Бржарши их делает три-четыре. В зависимости от частей ковер получается большего или меньшего размера. Здесь берется основа из овечьей шерсти. Вторая часть тоже овечьей шерсти красится, катается тонкий войлк. Из него вырезается узор. И узор накладывается на готовую основу. А для чего она использовалась? Для украшения? Если, например, позволяла такая, ну, держали овец, есть возможность, делали такие вот красивые, это для украшения юрты. Если делали потолще, это накрывалось, значит, жилье, потому что она не проводит, ветер не пробьется, и вода стекает, потому что шерстинки живут капиллярность, и вода стекает во время дождя. Не продувается ни метелью, ни ветром, ничего. И разного, их несколько технологий изготовления этой кашмы, поэтому можно было украшать и под ноги, и постель накрывать, и делали, и сумки, и чемоданы, и сундуки делали, как говорится. Немного расскажите нам секреты этого ревесла, покажите, как это правильно делается. Ну, и покажу. Я беру уже как бы заводскую шерсть, троицкая комвольная фабрика, она окрашена, конечно, с 19 века, применяется уже не натуральные, а появились они линовые красители. Берется шерсть и в несколько слоев выкладывается, чтобы не терять время, я вот уже приготовила такую заготовочку. И посредством руки ваши, мыло и вода, и много раз нужно проработать, чтобы получить вещь. С каждым прокатыванием оно уменьшается в размере, уплотняется, и у нас, в конце концов, получается, вот, можете даже пощупать, вот, плотные, хорошие вещи. Вот так вот, несложно, просто, легко. От наших бабушек нам осталось такое наследство. Очень в современной квартире, в современной жизни тоже очень большое можно применение найти таким вещам. Это очень хороший город, отличная атмосфера, дружелюбные люди. Я счастлив быть здесь. Ваша музыка, ваша культура вдохновляют нас. Здесь более ста групп, это очень удивительно, ей это понравилось. И ей нравится это мероприятие, потому что оно очень разнонаправленное, и можно познакомиться с разными видами национальностей, и с разными языками, и культурными особенностями. Я не знал, что столько народностей живет в Оренбурге. Армяне, башкиры, киргызы, казахи, и русские все вместе живут. Это очень удивительно. Все понравилось. Организация форума на высоте. Я сам из города Рязань, и Рязань передает вам привет. Так много народов живут в Оренбурге. И не просто живут, а дружат, любят, уважают друг друга. И это здорово. Искренне рада, что попала на форум Евразия. Передо мной открылось множество возможностей. И, конечно же, если бы не Евразия, я не знаю. Я бы, наверное, и не знала, что в Оренбурге есть такая национальная деревня, в которой расположены более ста национальностей. Спасибо, Евразия. Я очень счастлива. Очень приятно. Мне очень понравится. Нравится, да. Я хочу сказать спасибо организаторам, спасибо Россию, спасибо всем, кто участвовал на форуме, спасибо всем народам России. Спасибо. Спасибо. Так завершился День народов Оренбуржья, который собрал в одном месте людей со всех континентов. Это все об акцентах сердца Евразии. Смотрите наши проекты на ОРТ и на сайте media56.ru. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok